только что я записал ролик о том как будем использовать эти символы которые мне прислали в нашем разговоре и вот я перехожу на такой символ потому что это будет речь не о о церкви церкви в ней не будет в этой беседе будет о окружающей среде природе вот в общем красная тема и белое как это все-таки влияет на тонком уровне на сознание на духовном уровне и как все это окружение формирует нас формирует нас на самом деле вот те все страхи о чипах и о каких-то формах управления они настолько ничтожны по сравнению с уже имеющимися формами управления на человека что даже немножечко смешно все это слышать я так понимаю что это конечно на рассчитано на очень низкий уровень такого интеллектуального технического и вообще развития и в общем то было вброшено как отвлечение от каких-то существенных других вопросов и это отвлечение сыграл свою роль сыграла свою роль по крайней мере то что мы видим что происходит сейчас в америке где не было темы 5g чипов во всей этой истории пытался президент свалить на на каких-то там китайцев и на русских и все остальное то есть у нас то при отвлечении оперирует к личности к его безопасности он на мой взгляд ошибся попробовав оперировать к безопасности страны и не личностная вот как бы общественную страх выставить как то что отвлекает направив на китайцев а неожиданно это оказалось направлен не только на китайцев но и на другие меньшинства которые нельзя их назвать меньшинствами там очень много благ пользы все остальное и афроамериканцам и другим американцам но тем не менее вот эти социальные вспышки показали что они затронули большое количество населения не считающего что нужно выхивать с китайцами и с какими-то другими потому что они сами входят в некие такие нац меньшинства интересный там проявился эффект что оказалось в среде бунтующих белых чуть ли не больше чем афроамериканцев по крайней мере кадры которые я смотрю вижу я вижу что ну где половина белых где больше а уж французские кадры вообще говорят что там в основном белые защищают афроамериканцев но интересно проследить переход вот это и этого вот белого человека в некую такое вот состояние другой нации поскольку она была связана с моды с моды то есть мы когда-то говорили о том насколько мода может влиять на человека и на общество и дошли до того что мода это система управления общества и это мода и не к некоторым таким социальным институтом и политическим в том числе институтом может человека подчинять и больше того формировать в нем вот эту этот взгляд и поэтому человек белая ворона он всегда в обществе имеет более трудное проживание и более трудное существование хотя надо сказать что конечно господь нас всех готовит к белым воронам быть белыми воронами нам-то очень странно когда вдруг объявляется что все общество церковное все она уже религиозная а ты как белые ворона как-то по-другому в нем себя ведешь но вот это пример как афроамериканцы можно так сказать вовлекли в свою среду белое общество он говорит о том что вот это вовлечение может оказаться деструктивным что мы видим как вовлекли ну просто сначала музыка как мы знаем у нас все роки перешли из афроамериканской музыки нет из африканской музыки так можно сказать кое-какие были попытки там южноамериканской музыки внедриться и ну и просто американской тот же но в конечном итоге сначала начали им подражать вот в этой музыке и все перешли на практически на их ритмы и на их содержание тем более что действительно популярна были массовые африканцы такие как и ранее джазовые джазовые так и уже поп звезды того тоже бони м там скажем или еще какие-то а потихонечку это перешло в некую одежду подражательную ношение одежды в этом подражательном стиле прически которые были свойственны африканцам и темнокожим людям ну и так далее а в конечном итоге сейчас получается что психика у многих она вот такая полуафриканская потому что они как видели особенно окружающие темные районы как те доминирует над ними так и старались иметь этот вид чтобы не быть самим доминирующим задоминированными но и бы принадлежать к этой доминирующей я как-то однажды встретился со знакомой которая прожила достаточно много лет в америке а теперь переезжает и переезжает прямо со слезами потому что не хотела бы бросить это америку но приходится поскольку ее бизнес оказался на границе где-то вот афроамериканского района и белого района и это привело к тому что вот эти законы принятые для афроамериканцев в ее бизнесе просто убивали этот бизнес и эти хотя у нее бизнес очень простой был заправочные станции она три или четыре заправки вот тут рядышком имела и оказалось полное бредятина когда ты сталкиваешься с этими за законами последние горит что у меня меня убило это то что я объявила что мне нужен работник и вошли двое работников ну претендентов вошли одна за другой первая шла девушка белая а вторая шла афроамериканка в помещении где но и так как которая была первые вошедшие она первые села за стол и ее и приняли на работу потому что на все удовлетворила всем потребностям та которая вошла значит афроамериканка за ней подала в суд это был 16 суд горит вот 16 мне горит сразу 16 дела рассматривается значит не не так быстро обслужил афроамериканка и все вот все буквально все связано с вот этой темой белые и черные и оказалось по какому-то закону этого какого-то штата вот эта девушка раз она уже в помещении должна была быть обслужена первая это раз во вторых у нее должны были учтены быть некие поправки что она меньше у нее образование там или лет ей которые дают ей право преимущество над тем другим претендентом и все и я говорю и чего говорю неужели ты там выжить не можешь она говорит была бы я африканка вот афроамериканка я там выжил и все было прекрасно я к сожалению вот оказалась русская вот это интересно и вот это то вот это мода вот эти все отношения вот эти значит такое некое законодательство она действительно приводит к изменению личности я знаю как например в кавказском окружении то есть ребят кавказцев в их значит предприятиях меняются русские вот и становится иногда лучше чем просто бы было у них русская значит предприятие лишь или еще что то то есть вот такие тонкие тонкие такие вещи они закладываются теми кто хочет ими управлять в моду в моду то есть когда вы подчиняете с моде некоторые просто и не могут не подчиняться причем подчиняются иногда на очень серьезные суммы и все остальное как у меня один знакомый когда-то купил круглоглазого мерседеса потратив на него чуть ли не весь свой капитал потому что приехав на другой машине на переговоры о нефтезделках а он этим занимался ты просто не мог иметь успешность тем более перед тем кто приехал на таком круглоглазом мерседесе и все это мода это такая пошла мода говорящие о том какие у часы что там вот этих губернаторов берут а у него тысячи часов коллекционных дорогущих лежат в его кабинете вы думаете он просто как коллекцию потому что это часы часы собирал нет это кроме того что действительно вкладывается капитал в такие значит вещи и после он вроде не в деньгах но реализовать его можно продав а иногда и не потеряв потому что они постоянно дорожают от года выпуска но это его еще и язык я так понимаю что он разные сообщества и разных людей с разной модой и сам ездя в разные сообщества одевал как определенный символ своей власти своего преимущества своего такого и он похоже не мог по другому не мог по другому потому что у него какая-то должна быть другая статусность чтобы не сильно придерживаться этой моды показать что я все равно выше вас и здесь нужнее вас нет вот они шли по таком пути то же самое с модой то же самое с модой мне столько хороших уроков на эту тему дала елена пелевина мы с ней много общались жили помогали друг другу значит она ее отец дружил когда-то с моим братом старшим которым царство небесное и вот у нас какие-то такие общие были взгляды из детства я ее знал на все это и она была очень очень русской почему была она и есть одна из самых популярных кутерье россии и очень русской и живет кстати здесь в ивановской области на даче в основном но очень такой так вот рассказывая о том как мода может не только формировать человека но и выносить человека в некое мир и сообщество давать ему этот имидж так далее она показана простых примерах вот она была кутерье аллы пугачевой долгое время вот эти платья ей воздушные то это она на самом деле придумала хотя и считает что придумал это зайцев потом там бабкина кадышева но очень много артистов русского стиля которые получив ее костюмы полностью на все коллективы поимели определенную успешность не только потому что поют а то что они поют и совпадают со своим образом и эта форма управления управление данном случае артист управляет так своими зрителями и мы видим как много они к этому придают значение и когда у тебя теряется все больше теряется у тебя какая-то артистическая значимость тем больше нужно побрякушек отвлекающих каких-то вещей которые привлекают твоего зрители уже зрительно почему у нас король сцены и одевается так чтобы каждый раз удивить в чем же он еще таком вышел потому что слушать то там вообще нечего вот и давно уже такая эстрада за рубежом не принимается то есть нечего им там делать поэтому они здесь в разные такие одежды и рядятся ну и так далее ну и так далее поэтому если вы говорите о том что я приверженец какой-то моды и у меня вот все в том числе и православной может быть моды приверженец который тоже определяет некие диктует нормы а некоторые пытаются через эти нормы показать свою некую такую православность меня это очень удивляет как иногда умудряется ничего из себя не представляющие в духовном плане лица одеться в пол завязать платочек так как значит тоже не бывает и применив одну простую фразу а старцы говорили по любому убить любого наповал своей духовностью наповал я встречался с такими в основном как раз женщина такие странные бывают которых так наполовину мужчина ей хочется быть похожий на старца какого-то на проповедника какого-то и духовную иметь свое значение вот они так и рядится в таких а так как не всегда у них в памяти много фраз из евангелия из других значит очень простая фраза вот как ее услышите от какой-нибудь а старца говорили по-другому все сразу бегите все это пытается навязать вам свою ложную духовность личность и вот этой своей модой всем своим таким видом пытается подчинить вас потому что вы говорить ох надо же она может вот так одеться а я такая православная одета что-то тут и юбка у меня коротковатое и значит декольте великого ватая их украшение на мне дороговатые ну уж сильно я отличаюсь от нее православности вот действительно она вот такая сильно православна нет никак это не влияет никак это не влияет ни на какую православность и больше того самых православных я нут те кто действительно хорошо и молятся и отношения добрые какие-то правильные и такие вот видел все-таки ну нет не скажу нет я монахинь видел очень хороших которые и девались скромно и были хорошим ну и в обратную сторону так что давайте вот не будем прямо вот напрямую привязывать что если она так оделась то точно плохая но то что она священнику прилюдно и громко пытается сказать а старца говорили по-другому это точно вот признак такой изломанной личности ну и вам некий такой совет что все-таки надо иметь соответственную для своей личности ведь удивляет когда не соответствует вашему социальному положению мода которую вы держите или вашему семейному положению откуда огромное количество разводов от супругов по ревности по неправильному поведению одного или другого и даже по идея не одного или другого я знал примеры где муж требовал носить только то что он купит как украшение так и одежду и только то что он определит в какой нужно пойти социальную то есть среду и только в таком и поэтому там скажем выпускал на работу жену ну может быть в более свободных одеяниях чем вел шел с ней в гости к друзьям заставлял украшения девать который он купил такие как чтобы показать что вот как он о ней заботится но при этом одеться поскромнее нужно было чтобы не привлекать друзей ну можно так сказать в сексуальном плане то есть вот такая сформированность отношений где один понимает что он через моду другого формирует и взгляд на этого другого и на себя она может быть ущербной но она тогда хороша когда сам человек в семье понимает как ему это сделать чтобы не самой не выпендриться грубо говоря перед подругами и так далее мужа не унизить вот но и не оказаться в положении неприятном сразу вспомнил как у меня дочь наша или сноха как ее называет жена мужа пришла в большой театр она любит туда ходить почти как я понимаю премьера не пропускает так вот она пришла в одежде и в туфлях в комплекте а художник она умеет одеться так чтобы это было привлекательно интересно олеся хороший у нее кстати блок про эти художественные да и вот этот ролик вот это она делала про котика там вот эти уроки рисования так вот говорит очень интересный получилось разговор двух старых дам которые пришли в большой театр когда они увидели ее увидели и одна другой говорит смотри-ка у нее туфельки подобраны под одежду это же старый стиль она что-то им тоже ответила вообще они ее похвалили да девочка умеешь ты одеваться только потому что она правильно подобрала вот в театр туфельки и платится в один цвет вот вот даже вот таком на таком уровне могут обращать внимание на моду и на ваше деяние и вы можете этим много говорить другим вы можете говорить о своем униженном состоянии перед другими если одеваетесь так чтобы они не считали вас не ровни не это ну так серой к мышек мышкой а вот я так оденусь можете о возвышенном своем состоянии потому что я встречал как ну достаточно страшную историю когда некие евангелисты захватили предприятие ну в общем пришел директором предприятия евангелист давно правда не буду сейчас обвинять тех кто это и стало интересно что он начал потихоньку увольнять тех кто придерживается православия и женщины одевающиеся по православному вот с такими вот это и мужчины которые не стесняются там крест показатели попуститься пошли под нож под нож и потихоньку значит все кто себя позиционировал православными и прежде всего в том числе одежде оказались уволенными и вот он едет говорит ну как я вот бывший начальник сам бывший начальник попал в замы вот я православный батюшка я стараюсь но они же весь коллектив заменили они всех кто придерживается убрали именно именно православные вот только потому что как только признак какой-то так в общем найдут к нему как докопаться то есть вот даже в таком скромном одеянии вы можете оказаться как бы доминирующими и раздражающими их своей доминантностью что вы принадлежите к некому другому более высшему на ваш взгляд обществу хотя вот так одет и это может вам повредить но особенно конечно это нужно можно так сказать следить в семье или с ближними в такие дети учатся на примере родителей бабушек и дедушек вот этому отношению кстати часто и проявляют через это свои отношения в отрочестве дети как правило все должны одеться по-другому и подстричься по-другому отлично от своих родителей это самая безобидная форма отрочества то есть протеста против некоторых родительских каких-то вот таких канонов иногда у непьющей семьи он становится пьющим у некурящей курящим вот такие формы отрочества и поэтому у семьи которой короткие волосы вдруг длинноволосый растет это нормально это не страшно пусть уж он лучше так проявит свою позицию или выделиться в позиции своего окружения чем он начнет пить курить матом ругаться и преступником быть так что это может быть но вы следите может быть претензии одежные и претензии к стрижкам и так далее можно так сказать навязчивыми навязчивыми я знаю вот одну женщину хорошую значит все было у нее хорошо хорошо девочка росла росла у них все вроде были отношения но пришло отрочество и она попыталась в это отрочество завладеть ее интересом как я понял дорогими одеждами всякими такими и в конечном итоге пишет что происходит моя выкинула все мои одежды оделась грубо говоря в тряпье слышать не хочет никаких значит модных этих как дальше жить вот принимает то что она не ушла из дома а всего лишь выкинула одежды навязывающие этот образ в котором нужно а иногда и тяжело держаться тяжело если вы одели своего ребенка в какую-то особую одежду и отпустили в школу или там часы какие-то то вы поймите ему там не легче ему там чаще тяжелее вот так выделяться и это выделение может стать причиной его депрессии пусть оденется как хочет как он как он видит что он в этой группе принимается они чувствуют тонко и сам определиться в этой группе что он хочет в ней иметь какое место и чем заслужить свое преимущество так что здоровья вам внимательного отношения не только к тому что вы говорите но и к тому что вы носите о цветах еще надо будет поговорить ну давайте уж не сразу все подряд я как-нибудь еще с вами о цветах поговорю потому что часто вы неправильно цвет носите которые вам либо зависли на этом цвете из детства и он уже не соответствует вашему ни статусу ни вашему возрасту и разрушает ваше здоровье а пока здоровья всем радости аминь то что это это не это что это вы